Настя сейчас надувает круг для Тани, для Макара. Пытается надуть, потому что Костя с Алисой ушел плавать. Не получается? Ну давай понесем туда папа надуть, потому что я тоже точно не знаю, как. Чтобы круг не испортить. Ну давай схожу. Луна, ты с балкона гавкаешь. Я думаю, что тебя так хорошо слышно. Вышла на балкончик. Прикол. Искала Костю с Алисой на берегу, а не глубоко в море. Ну не глубоко, она далековато от берега. Алиска лежит на черепахе. Мы перед тем, как сюда приехать, начитали всяких новостей, как людей с матрасами в море уносила. Сейчас смотря, я теперь со страхом смотрю, как ребенок лежит на матрасе. Понятно, что с ней рядом папа и никуда не отходит, но все равно. Я просто читала, как еще видела новости, как девочка уснула на матрасе, пятилетняя, и вообще унесло в море. Ее спасатели спасли. И вот оно просто ассоциируется. Знаете, вот Алиска ложится на матрас. И сразу вспоминаю. Костя зовет меня к ней, мне реально дико жарко, может, правда, пойти окунуться. Ну что, доченька, нравится на черепахе? Да? А сядь правильно. Ножки, Алиса, ножки правильно поставь. Да, умница моя, молодец. Ну, мне тоже вода какая-то прохладненькая, я вот никак зайти не могу. Не, привыкаешь нормально, но сначала прохладно. Сейчас Таня Макара покормит, и тоже они выйдут плавать. А у нас в номере сейчас чинят кондиционер. Мы же заехали, он не работал. Фух, вот эта вот вся суета, знаете, магазин, там какие-то ремонты и так далее. Хочется уже просто отдыхать, и мы еще не расслабились. Да, на черепахе прикольно, наверное, плавать. Кость, там еще надо, чтобы ты пошел Тане матрас надул. Ой, матрас, круг, кружок я купила Макару. Там насос я к Тане уже занесла, просто зайди надуй, хорошо? У Насти не получилось. Круг, круг, кружок, да. Они сейчас на нем, наверное, плавать придут. Ну, сейчас я зайду в воду, а ты пойдешь. Я же потихоньку захожу, не могу я быстро. Пускай вынесут его в ртом. Он же не очень. Так он здесь, я к Тане принесла уже. У Тани в номере здесь. А? Я его и ртом надусь. А, ртом, я поняла. Ну да, да, можно и ртом надуть. Да, да, согласна. А Алисику мы на рукавнике купили. Можно на рукавниках, чтобы она вот так вот была. Тоже надуем. Вы как танцуете? Давай теперь, папа, тебя. Ха-ха-ха. Папа умеет покурить. Я не путаю. Я. Это вода. Я стою. Давай теперь, папа. Все, остановимся. Нам пришла девочка Даша познакомиться. Она нас смотрит. Мы с ней сфотографировались. Кстати, а ты здесь где-то отдыхаешь или живешь? Живешь? Мы тебе, кстати, зеленый горошек подарим-то. Ты же с нами первая сфотографировалась. Мне надо за ним сходить. Не придашься. Так. Вы еще долго тут будете? Угу. Да, я успею. Сейчас я чуть-чуть покупаюсь, потом тебе принесу. Угу. Так, я сбегала за горошком, чтобы отдать. Вот. Смотрите, как Даша с Алисой плавает на черепахе. Алиска, ножки правильно ставь. Хотя бы вот так, да. А я их катаю, в общем. Тут бабушка еще тоже плавает. Я тут цепляюсь к ним к хвосту и их катаю. Иногда кручу. Вот так вот. Оп. Закручу вас. А ты каждый день приходишь на пляж? Ну, я по-разному. По-разному? Нет, вот сейчас, ну, завтра тоже будем, наверное. Ясно. Значит, еще увидимся. Это не точно мы еще посмотрим, как погода будет. А, да, обещают грозу уже. Вообще сегодня вечером уже обещают с молниями. Точно. Погода. Не надоело вам на черепахе? Они уже, наверное, я не знаю, минут 20 на ней сидят. Не надоело? Нет? Ну, тогда буду вас еще катать. И Таня с Макаром плюхаются. Ему так нравится. Макар вообще все время улыбается. В прошлом году он как-то к морю тоже был с осторожностью. А в этом году... Да, в этом году он прям сияет. Уже замерз? Уже замерз? А ты замерз? Я знаю. Он же маленький, он быстрее замерз. Не замерз, смотри, тетя Таня. Пока еще не. Я как замерз, но я бы не переживай. Ну как, бабушка, водичка? Ой, замечательно. Моторчик. Ой, варится, девичон. Да, не улыбается. Спасибо. Ну, он довольный однозначно. Да, понятно. Очень. Давай, Рюк. Поплыли. О, Алиса уже вдвоем с Дашей. Поплыли, поплыли. Поплыли. Поплыли туда, где мельче. Да? Давай ножками, 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 ножками. Ножками, ножками. Лисюшка бежит к черепашке. Алисе в этом году настолько нравится море, что я даже думаю, что мы здесь еще сюда приедем все-таки. Вместе с Би-мамой. Поплыли. Лисюшка замерзла, а домой идти не хочет. Хочет с Дашей гулять. Мы ей вынесли полотенце. Дашулька, глубоко не идите, хорошо? Чтобы я тут рядышком была. Ты с другом с другом? Да, с другом. Давай. Давай, я съела, а ты смырала. Приглашает Дашу. Лисочка садится к ней на черепаху. А Даша хочет уже поплавать, уже сидеть на черепахе не хочет. Ой, красиво, но, говорят, будет гроза сегодня с молниями. Вот. Даня мне говорила, что возле воды, возле моря гроза намного опаснее, чем в городе. Что любой человек может, как самое высокое дерево в городе, так любой человек может принять этот разряд. Поэтому немного страшновато, конечно. Кстати, уже там начался дождь. Вот там явно идет. Ма, смотри, там уже явно дождь идет. Да? И гремит, ты слышишь? Надо вылезать, гремит. Тоже хочу тебе сказать, чтобы нам дождик длилится. Таня, он меня убеждает, что при молниях вообще даже не стоять рядом с морем. Все, уже молния. Давайте вылезать. Все, ну его в баню. Ты сказала, что... А молния, молния была додься. Катюша. Пока, Алиса. До свидания. Пока, Дашуль. Увидимся еще, может быть. Вот-вот дождь пойдет. Алисенька, пойдем домой, сладенькая моя. Я хочу здесь. Разгулялась. Помните эту статую? Здесь сейчас общая территория сделана. Как бы одна для всех. Вот в этом доме мы жили в прошлом году. Помните его. Мы же так вот тут сейчас сделали. Можно гулять где хочешь. Солнышко, молния, гром, надо идти домой. Смотри, вот там далеко уже идет дождик. Видишь? Он скоро и у нас пойдет. Пойдем, сладенькая. Пойдем. Что-то она думала гулять, когда дождь начинается. Да? Бабушка говорит, может до нас и не дойти дождик. Ты видишь бабушку, Алисочка? Смотри. Видишь? Где бабушка? Мама, иду, иду. Идем, идем. Я домой, домой иду. Ух ты, это у тебя такие тапочки. Да, это же я с собой взяла кроксы. Сейчас разобрала как раз вещи и нашла. А ты снимала вот этот визочек? Не, вроде не снимала. Может быть, мельком в кадр попал. А, ну да, он интересно сделан. С этой стороны, да. Он типа такой маленький трехколесный велосипедик, который везет повозочку и все это с цветочками. Это же колоски Алина-Сарлама. Да? С тобой вместе, да? А, это на них собачка с кошкой любуются, да? Мы вернулись, Алиса села играться. Видите, тут такой набор был машинка, в которой собачку можно катать. И еще в этом же наборе вот такая небольшая колясочка. И туда, вот там такой выступ есть маленький. На него ставится кошечка малюсенькая. Все, приехали в магазин за ежевичками. За ежевичкой? За ежевичками. Моя и твоя. Мы купили ежевички, мы купили ежевички. Это не ежевички. Давай, корми их. Нет, они дома будут кусать. Понятно. Вкусная ежевичка будет. М-м-м-м, ежевичка. Можно все есть? Нет, киса. А что? Будем дома есть. Моя ежевичка. Я такую ежевичку когда буду есть. А теперь у меня у собачки болит горно. Теперь поехали к врачу. У меня болит горно у собачки. Ну хорошо, у меня не болит горно. Вот он, доктор. Доктор будет его слушать. Ой, Луна гулять идет. Сейчас принесет наушники. Наушники. А еще надо доктору шприц. Да? Он будет ему укол делать? Да. Ну пусть он его сначала послушает, да? Да. Он не боится, а кошечка тоже не боится. Собачка и кошечка смелые, они не боятся. Да. Так, больной, дышите. Не дышите. Снова дышите. Не дышите. Я скачу за уколом. За шприцем скачу. Давай вот тут что-то было похожее на укол. Вот та бутылочка, где она. Попа будет делать укол? Конечно, попу. Сделай уколы. Молодец, не боялся. Ой, смотри, что папа принес. Это маленький, старший. Ага. Сок это в подарок, по-моему. Понятно. Девчонки пиццу заказали. Что-то пиццы какие-то. Соусы, добавки. Да, какие-то соусы. Ну, хоть покажи, что тут за пицца. Маргарита, где вы что-то. Представляете, в этом году можно прямо сюда в дом заказать пиццу. В прошлом году не было таких услуг. А тут мы только заехали, нам сразу прайсик дали. Вот, можете заказать. В прошлом году на машину выйдет. Ну, да. Ух ты, в твой экскаватор уже врач хочет сесть. Опа. Ого. Ого. Что это, с люстрой ты сейчас? Туши. Обалдеть просто. Это нормально пошло, у себя. Так, хоть пиццу гляну. Вроде перестала уже течь с лампой, но еще покапывает. Вот такие две пиццы девчонки заказали себе под фильм. А эти заказала, так понимаю, Костя. Ну, девчонок все нормально. А я так маме пиццаю. Над нами Настяна комната. Здесь посерединке никак не мамина. Настя ушла, у нее все закрыто. Угу. Папа, можно мне там... С этой стороны. А, давай. Да. Давай. Что такое вселенная? Чтобы найти свою маму, Клоису. Папа, стой, стой, пап. Папа, стой. Вот, мы забыли вот это. Однажды появился неоткуда маленький метеорит. Вернее, метеороид. Где я, кто я, спросил он. Но ему никто не ответил. Так как он был совсем один в темном холодном космосе. Понял? Да. В черном, черном холодном космосе летел маленький метеоритик. Да. Так не пойдет, решил метеороид. Надо во всем этом разобраться. И тут он заметил свет. Где свет, там и тепло, подумал он. Где свет, там все видно. Сразу же отправился туда. Метеороид увидел перед собой огромный раскаленный шар. Не приближайся ко мне, предупредил тот. А то ты можешь сгореть. Я горячее и большое солнце. Внутри меня раскаленный газ. Папа, стой, не читай, не читай. Понял? Метеороид пока летит, а как упадет, сразу метеорит. Понятно. Что, ты носки снять хочешь, Датя? Папа, стой. Скис. Ну, снимай. Помочь? Нет, я сама. А, ну ты самостоятельная дама, да? Конечно. Я не стоятельная дама. Так, на чем мы остановились. Я хочу найти свой дом, свою маму-планету. Она грустит без меня. Почти плакал метеороид. Это что за такие красивые пальчики? Это такие бубенчики. Все, можно сказать, сделала перчатку. Даже белая взяла, хоть они и не подходят. Мама, я тебя. Сейчас, Алис, подожди, я хочу море заснять. А я тоже. А я как смотри. Сейчас вечер, у нас такая непогода, молнии, дождь. Иногда такие молнии сверкают. Еще ветер. И ветер, да. И ветер, мам.